Здравствуйте! Сегодня у нас седьмая лекция. В прошлый раз мы закончили на том, что анализировали две нормальные выборки, и сегодня мы обобщим эту ситуацию на несколько нормальных выборок. В этом случае мы будем сравнивать разбросы внутри выборок и самих наблюдений, и поэтому такой анализ называется дисперсионным. Однофакторный дисперсионный анализ. По-английски это analysis of variance, и поскольку речь идет о многомерных данных, то это будет многомерный дисперсионный анализ, который сокращенно принято указывать в манолу. Multivariate analysis of variance. Итак, у нас будет К независимых нормальных выборок. Как и в случае с двумя выборками, мы будем наблюдение обозначать двойной индексацией. Первый индекс будет указывать на номер наблюдения выборки, второй индекс будет указывать на сам номер выборки. То есть у нас, ну давайте по i от 1 до ngt. Сами выборки могут быть различного объема. Каждая выборка своего объема ngt, житая выборка. И все эти наблюдения, они у нас будут независимые, одинаково распределенные, примерные гауссовские. В каждой выборке будет свое среднее значение, но возможно различные дисперсии. И можно указать, что g от 1 до k. То есть по каждой выборке. У нас неизвестные параметры модели. Ну как обычно, да, это неизвестные параметры нормального распределения. Это неизвестные средние, которых у нас к штук, да, средние каждой выборки. И общая коверационная матрица Q, по которой мы предполагаем, что она у нас не вырождена. Давайте обозначим общее число наблюдений через N большое. Мы уже сталкивались с тем, что да, что при оценке дисперсии нам нужно, чтобы у нас было достаточно большое количество наблюдений, чтобы получилась невырожденная матрица. Но в данном случае это будет то, что общее число наблюдений больше, чем размерность самих наблюдений, плюс количество выборок. Почему именно такое ограничение? Мы потом поймем, когда построим оценки для дисперсионной матрицы Q. И основная гипотеза, которая в первую очередь проверяется при анализе нескольких выборок, естественно, а можно ли считать, что эта выборка однородна, то есть все средние одинаковые и разницы между выборками нет в смысле распределений. Основная гипотеза. Эту гипотезу еще называют гипотезой об отсутствии эффекта обработки, потому что мы можем считать, что у нас, допустим, есть одна какая-то выборка контрольная, есть несколько лекарств, и разным группам дают разные лекарства. Или можно давать одно лекарство, но, к примеру, в разных дозах. И потом сравнивать, есть ли отличия между этими выборками, или можно считать, что никакого эффекта нет. У нас уже есть два метода получения критических статистик. Первый — это такой универсальный метод, это критерия отношения, правдоподобие. И второй метод — это метод Роя, сведение многомерных задачек в серии одномерных, и потом приведение вот этого множества ответов к какому-то единому. И если в случае с одной выборкой и с двумя выборками у нас разными способами мы получали одну и ту же статистику, именно там статистику Хотелинга, то в этот раз эти разные методы нам дадут разные результаты. Давайте начнем с критерия отношения правдоподобий. Критерия отношения правдоподобий. Давайте все наши данные, которые у нас есть, из всех выборок обозначим через X большое. Это совокупность всех имеющихся данных. Соответственно, у нас получается, что у нас N большое наблюдение во всех выборках, каждое наблюдение P-мерное, то есть у нас N большое на P таких вот одномерных случайных величин, которые имеют какую-то совместную плотность P от X. И вот параметр Theta, где Theta в данном случае у нас выступает, это вектор неизвестных векторов и неизвестных средних, и коверационная матрица Q. Но там, естественно, можно считать, что Q у нас симметрично, поэтому как бы такими уникальными параметрами будет не вся матрица Q, только не повторяющиеся элементы. И у нас есть для построения критерия отношения правдоподобия, нам нужна оценка максимального правдоподобия для параметра Theta. И нам нужна также оценка максимального правдоподобия для параметра Theta, полученная при гипотезе. Мы ее будем обозначать Theta с крышечкой H0 для Theta, полученная при гипотезе. То есть если все средние одинаковые, то есть у нас есть одна большая выборка объема N, то, соответственно, можем получить также в таких условиях оценку максимального правдоподобия. И статистика критерия отношения правдоподобия. Это, собственно, отношение правдоподобий. Мы сравниваем правдоподобие, полученное в рамках модели, с правдоподобием, полученным при гипотезе. И тогда большие значения этой статистики говорят в пользу альтернативы. То есть мы отвергаем гипотезу при больших значениях этой статистики. Если она больше критического уровня, при больших значениях этой статистики. Что значит большое значение? Для этого нам нужно найти распределение этой тестовой статистики при гипотезе. И, зная это распределение, мы берем квантиль распределения, соответствующую таким образом, выбираем критическое значение, с которым сравнивать. Давайте получим такую статистику для нашей ситуации нескольких независимых выборок. Давайте выпишем правдоподобие наших данных. То есть нам нужно все наблюдения у нас независимые. У нас все выборки между собой независимые. И внутри выборки это по определению независимых наблюдений. То есть у нас N большое независимых примерных наблюдений. Плотность каждого наблюдения мы, естественно, можем выписать. Поэтому тут будет 2π в степени минус π пополам. И поскольку этот множитель у нас будет у каждого из N большого наблюдения, это минус πn пополам. Потом в каждой плотности каждого примерного наблюдения у нас будет стоять корень. Определитель матрицы Q в степени минус 1 вторая. И поскольку наблюдение у нас N большое, это будет в степени минус N пополам. То есть у нас N раз перемножится одинаково. Вот эти определители в степени минус 1 вторая. И также экспонента. Тут будет стоять минус 1 вторая. И теперь мы берем сумму по всем наблюдениям. То есть мы суммируем по всем выборкам, по всем k штук. И в каждой выборке мы суммируем по всем наблюдениям от 1 до NGT. Соответственно, здесь будет наблюдение х и житая минус средняя. В каждой выборке своя средняя матрица Q в минус первой степени. Х и житая минус А житая. Первое, что нам нужно найти, это оценки максимального правдоподобия. То есть нам нужно максимизировать это выражение по всевозможным векторам А жита и по всевозможным положительно определенным матрицам Q. Давайте оценка максимального правдоподобия найдем в этом случае. Что, во-первых, мы сделаем? Во-первых, мы заметим, что у нас от неизвестных средних вот этих ажитых зависит... Ну, они участвуют только вот здесь вот в сумме, в экспоненте. Поэтому, если мы будем рассматривать только вот это вот выражение, если мы хотим максимизировать правдоподобие, да, здесь экспоненты со знаком минус, то есть нам нужно, по сути, минимизировать вот эту вот сумму, которая здесь стоит без знака минус. Мы знаем, что в случае вот одной выборки, да, вот если мы рассмотрим только сумму по И от одного до инжитая, то есть мы рассматриваем такую сумму, которая касается только одного конкретного ажитого. То есть у нас вот в этой сумме она распадается на К штук, и каждая сумма зависит от своего ажитого. Если рассмотреть отдельно такую сумму, это, по сути, поиск оценки максимального правдоподобия в ситуации одной выборки, и мы уже выясняли, что эта сумма для любого значения Q, при любом фиксированном Q, да, при любом фиксированном Q, вот эта вот сумма будет... Одна сумма для одного конкретного ажитого, она будет минимальна, когда ажитое, это есть среднее, соответственно, всех x-житых, которые участвуют в этой сумме, то есть это будет среднее по житой выборке. И это значение, на котором достигается минимум суммы, оно не зависит от Q. Поэтому, получается, можно сначала найти отдельно оценки максимального правдоподобия только для средних. То есть при любом фиксированном Q оценки максимального правдоподобия... Ну, как бы правдоподобие максимально... Максимально при... Ну, соответственно, для... При ажитом это среднее по тем x-житым, которые участвуют в сумме, которая касается только ажитого. То есть у нас их там н-житые слагаемых, мы их, соответственно, суммируем по и от одного до н-житые, x-житые. И мы это среднее можем обозначить как среднее в житой выборке. Вот так вот. Теперь нам нужно найти, для какого Q достигается максимум правдоподобия. То есть поскольку у нас получилось найти ажитые... Они одни и те же при любом фиксированном Q, да, у нас получается от Q ответ не зависит. И при правильном значении Q, которое максимизирует все выражение, тоже ажиты будут такими. Подставим полученные значения в правдоподобие. Тогда нам нужно будет максимизировать это выражение, но я его сразу логарифмирую, потому что, ну, тут стоит много всяких произведений, да, и обычно всегда, когда мы ищем оценки максимального правдоподобия, если моделька гладенькая, да, носитель, там, не зависит от параметра T, то мы ее обычно логарифмируем, чтобы перевести произведение в суммы и упростить поиск экстремума. То есть я беру логарифм правдоподобия и вместо ажитых подставляю уже найденные значения, которые максимизируют это выражение. Тогда что у меня будет? Ну, сначала у меня будет константа, вот это вот, ну, понятно, что на значении матрицы Q, для которого достигается максимум всего выражения, эта константа не влияет, я ее могу опустить. Потом у меня будет минус n пополам логарифм определителя матрицы Q. Ну, когда мы проугарифмируем экспоненты, у нас останется только показатель, это будет минус 1 вторая. Вместо ажитых я уже подставляю найденные оценки, это вот эти вот средние. И вспоминая труб, который мы уже делали много раз, когда работали с одной выборкой, да, здесь стоит одномерная величина, ну, то есть тут, по сути, такая вот квадратичная форма стоит. Соответственно, я могу тут добавить просто след. Потом этот след суммы одномерных матриц размерности на 1, это будет сумма следов. Вот сюда добавляется след. После этого я использую то, что если у меня есть след произведения двух матриц, я их могу эти матрицы переставить, само произведение поменяется, след не поменяется. То есть я эту матричку могу сюда вот перетащить. Вот это вот будет первая матрица, вот это вот будет вторая матрица. И след при этом не поменяется. Но если до этого у нас была матрица размера на 1, 1 на 1, да, то когда мы поменяли местами множители, у нас получилась матрица P на P. И после этого я снова вытаскиваю след за знак суммы, и у меня будет след матрицы Q минус 1 и сумма всех таких вот выражений. Давайте эту матрицу, которая здесь получится, да, при подстановке вместо ожитых средних значений, да, и при перестановке множителей мы обозначим через матрицу V. Обозначим матрицу V. Это будет сумма по всем возможным наблюдениям, по всем выборкам, к выборкам, по каждому наблюдению в выборке. Это будет х и житая минус средняя житой выборки на такую же величину транспонервную, да. Вектор, столбец умножается на вектор строчку, и мы получаем матрочку размера P на P. Тогда с помощью этого обозначения, что у меня здесь будет? У меня здесь будет минус 1 вторая след в матрице Q в минус первой степени умножить на вот эту вот матрочку V. То есть я как бы разделила, да, то, что зависит от неизвестного параметра, и то, что вычисляется по наблюдениям, статистику. И мне это выражение надо максимизировать по всевозможным значениям матрицы Q. Она у нас положительно определенная. Ну понятно, да, что тут можно домножить на минус 2 поделить на n, чтобы получить стандартное выражение, которое мы уже использовали, когда искали оценку максимального правдоподобия для одной выборки. Мы примерно максимум такого выражения искали, ну точнее минимум со знаком минус. Вспоминаем это утверждение, которое нами уже было доказано, а именно, что если мы ищем минимум логарифма определителя матрицы Q плюс след матрицы Q минус первая помножить на какую-нибудь матрицу S, где S это известная матрица, да, и мы ищем минимум по всевозможным матрицам Q. Минимум, потому что взяли с противоположным знаком. Минимум достигается при Q равном S. Поэтому, если мы посмотрим на наше выражение, да, ну давайте я его перепишу еще раз в таком виде. Нам нужно найти минимум логарифма определителя матрицы Q. Уже теперь будет со знаком плюс, и я умножаю на минус 2 поделить на n, то есть тут будет, останется коэффициент 1 n, ну и я его, пусть он так и останется, 1 n, след Q минус первая и матрица V. И мне надо найти минимум по всевозможным положительным определенным матрицам Q. Ну видно, что теперь такой минимум достигается при Q равном, ну у нас тут с матрицей S нету никакого коэффициента, я вот этот коэффициент, ну у меня след линейный, да, линейная операция, я его добавлю к моей матрице V. То есть вот этот коэффициент можно помножить на матрицу V. И значит ответ будет, что при Q это 1 nt матрица V. То есть вот мы нашли нашу оценку максимального правдоподобия и для матрицы Q. То есть мы получили следующий результат, что оценка максимального правдоподобия в нашей модели для средних, это средняя по каждой выборке, а для матрицы Q это, соответственно, будет вот этот вот разброс наблюдений, да, суммарно разброс наблюдений во всех выборках поделить на общее число наблюдений. Давайте теперь подставим найденные оценки максимального правдоподобия в само правдоподобие, чтобы потом использовать это выражение для построения статистики, критерий отношения правдоподобия. То есть если мы подставим найденные оценки, ну естественно у нас вначале будет вот эта константа 2π минус np пополам, определитель матрицы Q, но вместо матрицы Q мы подставляем нашу оценку в степени минус n пополам. И далее идет экспонентом минус 1 вторая, что у нас тут стоит след? Матрицы Q минус 1, да, вспоминаем выражение, которое мы максимизировали, помножить на матрицу V. Но теперь мы вместо Q подставили оценку. А что такое Q? Это матрица V, вот эта вот поделенная на n большой. Поэтому если мы используем, да, тут будет стоять матрица V в минус 1 степени, помножить на n большой, то есть вот это вот выражение, это будет V в минус 1 умножить на V единичного матрицы, помножить на n. И константу n можно вынести за знак следа, да, и останется след единичной матрицы, которая есть P. То есть вот вообще вот след такого выражения, это будет просто экспонента в степени минус n, P пополам. Ну и мы видим, да, что... Данное выражение можно записать как 2P экспонента, который вот здесь вот. Это будет в степени P на определитель Q с крышечкой, и все это в степени минус n пополам. Теперь мы проделаем то же самое при условии, что гипотеза верна. То есть мы найдем оценку максимального правдоподобия при гипотезе о том, что средние одинаковые. Но в этом случае, если все средние одинаковые, ну давайте здесь запишем, да, вспомним, что гипотеза у нас о том, что центр всех выборок един. Тогда все наблюдения имеют вот этот общий центр, давайте мы его обозначим как просто A без индекса. Тогда мы имеем дело с тем, что все наши наблюдения это одна большая выборка объема n большое. объема n из нормального распределения примерного с общим средним A и с общей квадрационной матрицей Q. А с ситуацией одной выборки мы уже работали. Мы знаем, что оценка максимального правдоподобия для вот этого общего среднего H0. Это будет средняя по всем наблюдениям, то есть 1 поделить на n большое, сумма по всем выборкам, сумма по всем наблюдениям в каждой выборке х и житая. И мы это обозначим как обычно, это просто средняя по всем наблюдениям. При этом оценка максимального правдоподобия для Q это будет выборочная дисперсия 1 на n большое, сумма, двойная сумма по всем выборкам, по всем наблюдениям в выборке в каждой х и житая минус х чертой средняя х и житая минус х чертой. Ну и можем обозначить вот эту матрицу как V с индексом H0. То есть это дисперсия, разброс наблюдения относительно общего единого центра. И когда мы подставим эти оценки максимального правдоподобия в само правдоподобие, мы получим аналогичное выражение ну что поменяется? Поменяется только вот самооценка, 2π как было, так и осталось. Здесь вот экспонента мы получим, здесь стоит матрица VH VH0 и здесь, когда мы подставляем оценку, опять будет единичная матрица помноженная на n. То есть вот это вот экспонента в степени минус n пополам точно так же останется. А здесь будет определитель оценки Q, уже полученной при гипотезе. И все это в степени минус n пополам. И поэтому, когда мы возьмем статистику критерия отношения правдоподобия, критерий отношения правдоподобия. То есть наша вот эта вот лямбда, которая есть отношения, давайте перепишем, правдоподобие, полученное в рамках общей модели максимальной, на максимальное правдоподобие при гипотезе. Ну вот, вот эта константа 2π и е в степени p, ну и минус n пополам, она сократится и останется только определитель. Но поскольку тут еще знак минус, то у нас вот этот определитель матрицы Q, он пойдет вниз, с крышечкой, а здесь будет определитель матрицы, то есть оценка, полученная при гипотезе, и это все в степени n пополам, уже без минуса. Ну, потому что мы минус учли, когда записывали определители. И у нас любое взаимно однозначное преобразование тестовой статистики, она дает эквивалентный критерий, естественно, нам вот эту вот степень таскать не обязательно, поэтому мы используем эквивалентное выражение, эквивалентная статистика, это λ в степени 2 разделить на n, соответственно, это будет просто отношение определителей двух оценок, полученных в модели и при гипотезе. ну, мы видим, что наша статистика критерия отношения правдоподобия, она использует какие-то числовые характеристики, а именно определитель двух оценок дисперсии, наших общей дисперсии наблюдений, да, при этом вот это вот верхняя оценка, полученная при гипотезе, это дисперсия относительно единого центра, суммарный дисперсион, суммарный разброс наблюдений относительно общего центра, а матрица Q с крышечкой это разброс наблюдений относительно каждого, ну, относительно центра каждого из выборок, то есть такой и получается, что если гипотеза верна, то у нас эти оценки одинаково хорошо, ну, не одинаково хорошо, но они будут хорошими оценками для матрицы Q, если же гипотеза не верна, то вот этот разброс относительно единого центра, он будет довольно сильно отличаться от самой дисперсии, и поэтому увеличение, да, вот большое значение статистики, оно будет говорить против гипотезы об общем центре, и при больших значениях этой статистики, то есть когда она больше какого-то критического значения, мы гипотезу аж 0 отвергаем, заметим, что вот это выражение статистики критерия отношения правдоподобия, оно по формулам повторяет статистику критерия отношения правдоподобия для одной выборки, но, естественно, там вот эти оценки, они сами немного отличаются, но точно также эта статистика, мы смотрим определитель оценки полученной оценки дисперсии, дисперсионной матрицы, полученной при гипотезе, в рамках гипотезы, то есть она только при гипотезе хорошая и при нарушении гипотезы она уже плохо оценивает матрицу КО. И сравниваем с оценкой дисперсии, которая работает в рамках модели, то есть независимо от того, гипотеза верна или нет. То есть по сути мы сравниваем какие-то числовые характеристики вот этих оценок дисперсии, и такой анализ у нас называется дисперсионным. Он использует сравнение дисперсии, полученных вот такими разными способами в рамках модели и в рамках гипотезы. Это выражение можно преобразовать. Давайте это сделаем. Давайте преобразуем нашу статистику критерия отношения правдоподобия, а именно посмотрим на вот эту вот оценку максимального правдоподобия матрицы КО при гипотезе. Она базируется на матрице VH0, да, это разброс относительно общего центра по всем выборкам. По всем и от 1 до N житая. Но тут должно стоять. Сравним из наблюдений, вычитаем общее среднее всей выборки, да, но мы здесь добавим и вычтем среднее по каждой выборке. То есть я вычту среднее по житой выборке и добавлю среднее по житой выборке. И после этого вычту то, что и должно было быть по формуле, то есть у нас в формуле X и житая минус общий центр, да, и вот я просто добавила, вычла одно и то же выражение. И здесь мы расписываем точно так же вторую скобку, которая отличается просто транспонированием. Это будет все то же самое X и житая минус средняя житая выборка плюс средняя житая выборки минус общая средняя. ну естественно у нас будет вот это вот первое слагаемое это будет 2 слагаемое это будет первое слагаемое это будет второе слагаемое и мы теперь раскрываем скобки у нас получится соответственно четыре суммы первая сумма это будет уже наш разброс вот этот вот вы относительно средних каждой выборки 1 житая это x и житая минус средняя житая выборки x и житая минус средняя житая выборки транспонированная то есть это взяла первое слагаемое с первым теперь я возьму второе слагаемое со вторым и заметим что вот второе слагаемое она от и не зависит поэтому я могу сразу просуммировать по всем и у меня будет инжи ты одинаковых слагаемых значит вторая сумма это будет сумма по всем же от 1 до к здесь вот все слагаемые одинаковые их количество равно инжи то эти слагаемые есть их житая минус вообще общая средняя на такую же такой же вектор транспонированы и у нас еще остались слагаемое первое со вторым и второе с первым плюс же от 1 до к и от 1 до житая первое слагаемое со вторым это наблюдение минус житая средней выборки второе это средняя житой выборки минус общая средняя транспонированная а второе будет то же самое только тут будет вот ну с точностью до транспонирования у нас сначала будет вот это вот множитель и потом на первой транспонированной поэтому я просто перепишу что здесь то же самое слагаемое только транспонированная и давайте посмотрим на вот это вот выражение дело в том что опять же да вот второе слагаемое она от и никак не зависит поэтому когда я буду суммировать по и я могу взять и просуммировать только вот вот эту часть а потом ее домножить на второй множитель но если я просуммирую эту часть тогда что у меня получится да вот то что вот в квадратных скобочках я перепишу это у меня сумма по всем и по всем наблюдениям житой выборки x и житая минус я n житая раз складывая одну и ту же величину то есть у меня будет минус n житая на средняя по житой выборке но средняя по житой выборке это и есть сумма всех наблюдений из житой выборки поделить на их количество и поэтому если умножаю на их количество то это будет просто сумма всех наблюдений по житой выборке то есть в точности то же самое выражение что что здесь и это будет ноль поэтому у нас вот это будет нулем, аналогично здесь стоит выражение, которое отличается от этого только транспонированием, это тоже будет 0, и у нас из 4 слагаемых остались только 2, причем с первым слагаемым мы уже знакомы, это будет наша матрица В, которую мы обозначили, да, это та матрица, которая участвует в оценке максимального правдоподобия для матрицы Q в рамках модели, то есть у нас вот эта вот матрица, это наша матрица В, ну а эта новая матрица, мы ее обозначим В1. Можно также посмотреть на их смысл, да, то есть если В это разброс наблюдений относительно центров каждый из выборок, то есть это внутри, как это, внутри групповой разброс, да, мы смотрим, насколько внутри группы отличается наблюдение каждой от своего центра, ну в смысле в каждой группе от своего центра, то, ну давайте я тут напишу, это внутри групповой разброс, то если мы посмотрим на эту группу, то это будет разброс самих центров выборок относительно общего центра, то есть это как центры выборок разбросаны относительно какого-то единого центра, это такой межгрупповый разброс, то есть внутри групповой разброс и межгрупповый разброс, да, как центры выборок разбросаны относительно какого-то общего единого центра, и тогда наша статистика критерия отношения правдоподобия переписывается в таком виде, мы уже вспоминаем, что используем статистику лямбда в степени, это отношение определителей, да, вверху, ну там определитель матрицы, определитель вот этой оценки максимального правдоподобия, полученный при гипотезе, который отличается от матрицы VH0 током-множителем 1N, и внизу стоит определитель матрицы Q с крышечкой, это оценка максимального правдоподобия, полученная в рамках общей модели, она отличается от матрицы V, вот этой тоже множителем 1N, и, соответственно, этот множитель 1N в числителе и в знаменателе можно сократить. Ну и теперь используем представление, что наша матричка VH0, да, она себя представляет на самом деле разброс вот этот внутригрупповой и межгрупповой, и мы его делим на определитель матрицы V, ну давайте, может быть, я это сразу сделаю, да, что определитель матрицы V, точнее вот один на определитель матрицы V, это определитель матрицы V в минус первой степени, то есть я тут могу написать не поделить на определитель, да, а помножить на определитель матрицы V в минус первой степени, но поскольку у нас определитель произведения матрицы равен произведению определителей, да, то я могу сразу сказать, что это определитель просто произведения вот такой вот. Естественно, я теперь могу перемножить и сказать, что это есть определитель единичной матрицы размерности P на P плюс определитель матрицы V1 на V минус первой степени. И в итоге мы примерно такое же выражение получали и в случае с одной выборкой. У нас, во-первых, статистика критерия отношения правдоподобия была, это отношение определителей оценок дисперсии, полученных при гипотезе и в рамках модели. И мы получали точно такое же выражение, только матрицы V1 и V, они там имели другую форму, потому что у нас была только одна выборка, а не несколько выборок. И мы использовали собственные значения вот этой вот матрицы, пусть лямбда 1, это самое большое собственное значение этой матрицы, это матрица размерности P на P, поэтому у нас P собственных значений, они у нас не отрицательные, мы обсуждали, почему так. Итак, это собственные значения матрицы V1 на V в минус первой степени. И тогда, поскольку мы с таким выражением уже работали в рамках анализа одной выборки, мы обсуждали, что если у нас есть собственные значения матрицы, и если мы к ней добавляем единичную, то, соответственно, все собственные значения увеличиваются на единичку. То есть вот у такой матрицы все собственные значения будут, соответственно, 1 плюс лямбда. И определитель это произведение собственных значений, поэтому здесь можно написать, что здесь стоит произведение вот этих P собственных значений 1 плюс лямбда и Т. Таким образом выглядит статистика критерия отношения правдоподобия. Естественно, у нас тут встает вопрос, чтобы матрица V была невырожденная, но мы заранее об этом подумали, мы потребовали, чтобы у нас было достаточное количество наблюдений, и тогда матрица V у нас будет с вероятностью единицы невырожденной. И потом, когда мы обсудим конкретное распределение этих матриц, мы увидим, что как раз это условие в точности нужно для того, чтобы эта матрица была с вероятностью единицы невырожденной. Также мы видели, что когда использовали статистический пакет, ну, допустим, тот же Python с модулем вот этим Manova, многомерный дисперсионный анализ у нас, там автоматически выдавалось несколько статистик, и статистика критерия правдоподобия, она там обозначалась статистика Вилкса. Вилкс. Вилкс лямбда она называется. И она на самом деле отличается от этой статистики с точностью до обратного значения. То есть используется статистика лямбда в степени, ну, в минус первой степени вот эта статистика, то есть в степени минус 2 поделить на n, и это будет произведение вот этих собственных значений, соответственно, перевернутых обратных значений. И если вот эту вот статистику критерия отношения правдоподобия мы используем, если она большая, если она превышает критическое значение, мы отвергаем гипотезу, то если мы используем перевернутое значение, то, соответственно, маленькие значения этой статистики говорят в пользу альтернативы. То есть мы отвергаем гипотезу при малых значениях такой статистики, либо при больших значениях такой статистики. Итак, мы получили критическую статистику для проверки гипотезы методом отношения правдоподобий, и теперь мы посмотрим, какую критическую статистику нам даст метод Роя. Метод Роя состоит в том, что мы многомерную задачу сводим к серии одномерной путем рассматривания линейных комбинаций, произвольных линейных комбинаций компонентов многомерных данных. То есть мы для этого берем произвольный вектор n и рассматриваем вместо померных данных x, мы рассматриваем теперь одномерные данные. Это будет линейная комбинация наших многомерных наблюдений. У нас k независимых выборок, внутри выборки между собой независимые, внутри выборок тоже все наблюдения независимые, то есть все наши наблюдения в совокупности независимые случайные величины. Теперь они у нас одномерные, гауссовские, с математическим ожиданием у штрих ажито, где ажито – это средняя вжитая выборки, и с дисперсией у штрих ку-у. Наблюдения внутри каждой выборки варьируются от 1 до нжитого, и всего выборок у нас k. И теперь тогда гипотеза о равенстве средних для таких вот линейных комбинаций у нас превратится в гипотезу с индексом u, которая состоит в том, что средние теперь вот таких одномерных наблюдений одинаковые. Для этой цели дальше нужно воспользоваться результатами одномерного статистического анализа, а именно когда у нас есть k нормальных выборок, только теперь уже одномерных. Для этого используется статистика, f-статистика классическая, но мы сделаем… И эта статистика, она и просто эквивалентна критерии отношения правдоподобия, поскольку мы уже нашли критерии отношения правдоподобия в произвольном случае, да, и для многомерных наблюдений, естественно, для одномерных мы тоже можем ее поучить. У нас эта статистика, это будет 1 плюс v помножить на v1 помножить на v в минус первой степени, и поэтому она будет эквивалентна v1 помножить на v в минус первой степени, но в данном случае, поскольку наблюдение у нас теперь одномерное, то вот эти вот матрицы размерности p на p у нас превратились просто в одномерные числа. То есть у нас статистика критерий отношения правдоподобий дает нам следующее. Здесь мы суммируем по всем выборкам. По i от 1 до ng, x и j минус средняя. По каждой выборке в квадрате, да, поскольку нам не нужно писать транспонированную умножь на ся, поскольку это уже не векторы, а числа. А в числителе у нас будет сумма по g от 1 до k, n-житая, средняя, x-житая минус средняя по всей выборке в квадрате. В данном случае мы отвергаем гипотезу при больших значениях этой статистики. То есть отвергаем гипотезу h0u при больших значениях статистики. То есть при... b1 поделить на v больше какого-то критического значения. Откуда берется это значение? Для этого нужно знать распределение статистики при гипотезе. То есть и тогда надо брать квантиль этого распределения. Но мы можем сходу сказать распределение знаменателя. Да, у нас внутри вот суммирование только по i. Это классическая сумма выборочной дисперсии. С точностью до нормировки она имеет распределение х2 с числом степени свободы n-жи минус 1, потому что мы из наблюдений вычитаем их общая средняя. И таких сумм у нас k. Поэтому в числителе будет стоять сумма независимых х2. Каждый х2 имеет число степени свободы n-жи минус 1. И в сумме они дадут х2 распределение с числом степени свободы. Это, собственно, сумма всех n-житых минус единичка k раз. То есть общее число наблюдений n минус k. А в числителе у нас стоит сумма, похожая на выборочную дисперсию одной выборки. И она будет иметь распределение х2 с числом степени свободы k-1. И эти х2, они еще помножаются на неизвестную вот эту вот дисперсию, которая сократится. Не очевидно, но мы потом выведем в общем виде для общих линейных моделей распределение этих величин. И в частности будет показано, что они независимые. То есть у нас тут стоит отношение независимых х2 в числителе с числом степени свободы k-1, в знаменателе n-k. И чтобы получить стандартное табулированное распределение, а именно f-распределение, нам нужно поделить эти х2 на число степени свободы. Поэтому классическая статистика, которая используется в такой задаче, это будет отношение вот этих разбросов. Соответственно, здесь мы делим на n-k. В числителе мы делим на k-1. И при гипотезе такая статистика имеет f-распределение с числом степени свободы k-1, n-k. То есть нам нужно сравнивать с квантилью f-распределения уровня 1-α с числом степени свободы k-1, n-k. То есть это мы отвергаем гипотезу, тут можно в скобочках это написать, на уровне α. То есть с вероятностью ошибки первого рода α. Когда гипотеза не верна, в числителе у нас получается, что х2 распределение превращается в нецентральное. Вся f-статистика, она будет иметь, соответственно, нецентральное f-распределение. И она будет иметь более большие значения при альтернативе, при нарушении гипотезы. Поэтому большие значения этой статистики говорят, что нужно выбирать альтернативу и отвергать гипотезу. Здесь у нас изначальная гипотеза, которую мы хотим проверить, h0, она состоит в том, что средние, многомерные, наших выборок, они одинаковые. И если эта гипотеза верна, то верны все такие гипотезы h0u при любом u. Поэтому если мы отвергнем хотя бы при одном u, соответственно, гипотезу вот этого h0u, то мы должны отвернуть и исходную гипотезу, которая нас интересует, h0, про средние вот этих многомерных наших данных. И здесь какой же u выбирать? В данном случае принципиально, что для всех u мы вычисляем критическую статистику. Ну, она будет для каждого u своя. Но мы все эти статистики сравниваем с одним и тем же уровнем, с одним и тем же значением, но одинаковое при любом u. То есть тот уровень, с которым мы сравниваем. Можно, кстати, расписать, как зависит вот эта статистика от u, потому что в данном случае вот сами наблюдения х и житая, они зависят от u. И если мы, соответственно, подставим, да, то вот здесь вот будет квадрат. Это можно записать, как это выражение на себя транспонированное. И тогда в одном случае здесь будет u штрих. А при транспонировании наше наблюдение, ну, соответственно, они будут х и житая штрих помножить на u. И здесь тогда останется вот эта вот матрица, где мы берем средние уже многомерные, минус средняя многомерная по всей выборке, и мы эту матрицу обозначали v1. То есть это матрица, которая аналогично вот этому выражению, только посчитана по многомерным наблюдениям, и вместо квадрата мы берем многомерный вектор умножить на себя транспонированный. И аналогично в знаменателе. То есть таким образом мы прописали в явном виде, как зависит эта одномерная величина от u. И если мы для какого-нибудь u, которая превысит вот этот вот порог, отвергаем гипотезу h0u, и в том числе исходную гипотезу h0, естественно, нам лучше всего выбрать u, для которого это выражение максимально. То есть Рой предложил в данном случае, отвергая вот эту гипотезу, при больших значениях, при больших значениях, то есть когда превышает какой-то критический уровень. И мы берем здесь максимальную из вот этих f-статистик по всем возможным u. Только теперь нам такую статистику нужно сравнивать не с этим критическим уровнем, потому что максимум случайных величин, да, он будет иметь какое-то другое распределение. Но большие значения такой величины, они будут говорить в пользу альтернативы. И эту статистику, собственно, и предложил Рой. И она называется статистикой Роя. Давайте теперь посмотрим, как можно преобразовать вот эту вот статистику в терминах там исходных наблюдений, вот этих вот исходных матриц. То есть нам нужно найти максимум вот этого выражения при произвольных u, когда u пробегает всевозможные значения. Итак, статистика Роя. Это максимум по всем возможным u. f-статистик вот этих fu, да, но поскольку среди всех этих, ну, все эти статистики имеют один и тот же нормировочный коэффициент, чтобы превратить отношение двух х квадратов в распределение фишера, да, мы этот коэффициент, естественно, можем не учитывать, да, домножение на константу дает эквивалентную статистику, и мы будем использовать максимум вот этого выражения v1 разделить на v, которое через u выражается как v1, то есть это отношение двух квадратичных форм. Ну, здесь далее нужно просто знание из линейной алгебры. Данный курс предполагает, что с линейной алгеброй вы хорошо знакомы, поэтому мы просто вспомним теорему соответствующую, которая нам понадобится. пусть есть квадратная симметричная матрица, тогда максимум по всем u единичной длины, по всем векторам u единичной длины, ну, той же размерности, что и матрица. То есть если у нас матрица размерности p на p, естественно, вектор u будет размерности p. Выражение квадратичная форма для матрицы А. Это будет максимальное собственное значение матрицы А. У нас, если матрица симметричная, да, то все ее собственные значения, они вещественные. То есть это будет максимальное собственное значение матрицы А. А собственные значения матрицы А у нас определяются как корни характеристического уравнения, и поэтому иначе, то есть это просто то же самое, просто другими словами можно сказать, что это максимальный корень характеристического уравнения. который определяет собственные значения, да, это определитель матрица А минус лямбда на единичную матрицу равно нулю. Данная теорема, она опирается на то, что квадратную симметричную матрицу можно представить в виде ортогональной на диагональную на ортогональную транспонированную, да. При, вот здесь вот, если мы распишем ортогональная, диагональная, ортогональная, транспонированная, при умножении на ортогональную матрицу вектор, длина вектора не меняется, поэтому можно считать, что тут стоит единичный вектор транспонированный на диагональную матрицу, где на диагонали стоят собственные значения матрицы А помножить на В. И получается простая такая квадратичная форма, то есть если собственные значения матрицы А обозначить через лямбда И, то там будет стоять выражение, что это максимум по всем векторам единичной длины. У1, первая координата вектора, У помножить на лямбда 1, У1 в квадрате, да, помножить на лямбда 1, плюс там лямбда 2 помножить на У2 в квадрате и так далее. То есть такая квадратичная форма, максимум которой легко находится. И в качестве следствия из этой теоремы мы можем получить как раз-таки, как искать максимум отношения двухквадратичных форм. Для этого мы возьмем две квадратные одинаковые размерности симметричной матрицы. И причем потребуем еще, чтобы матрица В у нас была положительно определенной. В частности, она у нас будет невырожденной. Тогда, если мы будем искать максимум по всевозможным векторам У, здесь уже не обязательно требовать, чтобы эти вектора были единичной длины, потому что этот вектор входит и в числитель, и в знаменатель, поэтому нормировка вектора не влияет на выражение, которое мы максимизируем. В данном случае максимум будет это максимальное собственное значение матрицы А, В в минус первой степени. И иначе можно сказать, что это максимальный корень уравнения характеристического уравнения. Можно, конечно, записать по определению, что тут стоит матрица А, В минус первая, минус лямбда и лямбда на единичную. Но поскольку у нас определитель произведения матрицы равен произведению определителя, можно все это довножить на определитель матрицы В, и тогда у нас уравнение преобразуется для собственных значений такой матрицы А минус лямбда В равно нулю. Ну и таким образом получается, что та критическая статистика, которую мы получили методом Роя, она у нас будет равна максимальному собственному значению матрицы В1, В в минус первой степени. Ну и мы уже работали собственными значениями такой матрицы, и собственные значения мы обозначили через лямбда ИТА, да, пусть лямбда ИТА, это собственные значения нашей матрицы В1 помножить на В в минус первой степени. Ну и то же самое, что корни характеристического уравнения матрица В1 минус лямбда В. Тогда, причем, эти собственные значения мы их обозначаем по убыванию, то есть лямбда 1 это самое большое собственное значение, лямбда П самое маленькое собственное значение, и у нас, наши матрицы, они у нас симметричные, неотрицательно определенные, поэтому можно даже сказать, что все они неотрицательные. И тогда максимальное собственное значение это то, что мы обозначаем величиной лямбда 1, это вот первое самое большое собственное значение этой матрицы. И данная статистика, она называется максимальный корень, максимальное собственное значение роя. Итак, мы использовали два разных метода для того, чтобы проверить гипотезу о равенстве средних, об отсутствии эффекта обработки, и получили две разные тестовые статистики. давайте сформулируем этот результат в виде теоремы, чтобы как-то его закрепить. мы вспомним все условия, все предпосылки, в рамках которых мы работаем. то есть мы доказали следующую теорему. У нас дано К независимых гауссовских выборок, у которых общая дисперсия, но вообще говоря, разные средние. зависимых выборок. Выборок. объемы объема НЖ, это не всеразного объема из примерного распределения со средним ОЖИТО и общей коверационной матрицей Ку. Давайте вот здесь напишем, что Ж от 1 до К, но в принципе мы указали, что у нас К выборок. Ж это индекс, который указывает на номер выборки. Неизвестные параметры, да? Известные параметры нашей модели это, естественно, вот эти вот средние и дисперсионная матрица. Хотя можно решать задачу произвестной дисперсионной матрицы, но все-таки на практике обычно мы ее не знаем, поэтому рассматриваем сразу случаи, которые ближе к жизни. Какие у нас еще есть обозначения? Через N большое мы обозначили общее число наблюдений во всех К-выборках, и мы требуем, чтобы число наблюдений было не меньше, чем размерность наблюдений плюс количество выборок это нам нужно для того, чтобы вот эта матрица В, которая у нас участвует в определении критической статистики, она там в минус первой степени, чтобы с вероятностью единицы она у нас была не вырождена. Давайте вспомним, какие у нас были еще обозначения. Мы обозначали средние житые выборки, как их житые с чертой, это 1 на N житая сумма по всем наблюдениям в житой выборке, X и житая, то есть это средняя в житой выборке. И соответственно у нас была общая средняя, тогда мы делим на общее число наблюдений и сумма по всем наблюдениям, по всем выборкам, от 1 до по всем наблюдениям в каждой из этих выборок. Также у нас матрица V, которая есть сумма по всем наблюдениям, то есть по всем выборкам и по всем наблюдениям в каждой выборке и мы смотрим на разброс наблюдений относительно их центров. Минус относительно их центров. и матрица V1 это есть сумма по G от 1 до К НЖТ это разброс этих центров выборки относительно общего центра. И у нас вот при этих условиях матрица V будет с вероятностью единицы обратима и поэтому мы можем рассмотреть матрицу V1 помножить на V в минус первой степени и собственные значения этой матрицы мы обозначим через лямбда ЖТ пусть лямбда 1 лямбда P это собственные значения матрицы V1 помножить на V в минус первой степени теперь для проверки гипотеза о том что средние равны то есть об отсутствии эффекта обработки у нас что критерия отношения правдоподобия дает статистику но мы договорились что на практике часто чаще рассматривают перевернутую статистику то есть минус в степени 2 поделить на n которая есть определитель 1 плюс это V 1 V минус первой степени ну и можно минус первую степень поставить либо на саму матрицу либо на определитель это будет произведение по всем вот этим собственным значениям от 1 до P 1 1 плюс ламда ито то есть изначально мы отвергаем гипотезу при больших значениях критерия отношения правдоподобия но критерия отношения правдоподобия это была перевернута величина то есть это было произведение 1 плюс ламда ито но более простым оказывается распределение перевернутой величины и мы отвергаем H0 при тогда малых значениях этой статистики отвергаем H0 при малых значениях этой статистики и второе метод РОЯ дает критическую статистику ламбда ламбда это максимальное собственное значение иначе можно сказать что это максимальное собственное значение матрицы V1 V в минус первой степени соответственно отвергаем гипотезу при больших значениях этой статистики то есть если эта величина превышает какой-то определенный критический уровень тогда мы отвергаем гипотезу что здесь можно сказать данный анализ называется дисперсионным потому что он основан на основе двух таких матриц V и V1 первая матрица но давайте для простоты представим что P равно единице у нас одномерные наблюдения тут будет x и житая минус средняя x житая в квадрате что это будет это будет суммарный такой разброс наблюдений внутри каждой выборки и поэтому такой разброс он называется визит внутренний такой внутрегрупповой разброс а соответственно вот эта вот величина она будет описывать как сильно центры выборок которые мы оценили с помощью средних отличаются от какого-то общего единого центра x чертой то есть это будет разброс центров этих выборок то есть это такой межгрупповой разброс поэтому эта статистика называется between межгрупповой разброс и в целом мы сравниваем вот эти вот разбросы наблюдений которые там вот в одномерном случае они превращаются в выборочные дисперсии определенные соответственно внутригрупповые межгрупповые и в многомерном случае они представляют собой выборочные дисперсионные матрицы и такой вид анализа он называется дисперсионом потому что мы делаем вывод на анализе вот это вот сравнение дисперсий и так у нас получилось что двумя разными методами мы получили критические статистики обе из которых являются какими-то функциями от собственных значений определенной матрицы естественно встает вопрос а можно ли использовать какие-то другие функции от собственных значений и может быть какая-то одна функция лучше другой ну давайте во-первых критерия отношения правдоподобий правдоподобия вилкс лямбда в данном случае поскольку вот эти собственные значения опираются вычисляются по вот этим двум матрицам это собственное значение матрицы одной дисперсионной помножить на другую дисперсионную матрицу в минус первой степени этот анализ называется дисперсионным и по-английски он называется analysis of variance сокращенно ANOVA а когда мы этот анализ применяем к многомерным дисперсиям он называется соответственно многомерным дисперсионным анализом и это будет MANOVA можно итак критерия отношения правдоподобия такую статистику называют вилкс лямбда по плюс 1 V 1 плюс минус первой степени мы с вами когда рассматривали применение там сравнение допустим двух выборок сразу использовали методы вот этого модуля в пайта неманова и там автоматически выводилось 4 статистики но в том конкретном случае когда мы анализировали одну или две выборки эти все статистики они были эквивалентные в статистике да то есть путем взаимно однозначных преобразований мы из этих статистик получали одну и ту же критическую статистику и естественно мы отвергаем или не отвергаем гипотезу на одном том же наборе данных делаем одинаковые выводы но в данном случае у нас получилось что статистика роя она там называется обычно роя искры наибольший корень наибольший корень роя это вот это вот лямбда 1 максимальное собственное значение матрица в 1 минус 1 и также автоматически там выводилась еще две статистики то есть помимо этого употребительная эта статистика ваули хотелинга в данном случае это будет сумма вот этих собственных значений и от 1 до п лямбда а сумма собственных значений это что такое это след матрицы поэтому иначе можно сказать что это след от этой нашей матрицы в 1 на в в минус первой степени и также еще была статистика которая называется след пилая это уже будет сумма и от 1 до п лямбда и то 1 плюс лямбда и то и ее также можно выразить как некоторую функцию от вот этой нашей матрицы в 1 на в минус первой степени да у нас это будет но если это сумма каких-то собственных значений то это будет след и тут используется след соответственно матрица в 1 в плюс в 1 минус первой степени а если мы вот здесь вот распишем вот этот определитель его можно записать как это определитель матрицы в на в плюс в один в минус первой степени то есть но в принципе в первом случае берется определитель матрицы ну как бы они взаимно однозначным образом связаны да тут либо в либо в 1 но в сумме они естественно дадут какую единичную матрицу к сожалению нельзя сказать что ну функции мощности этих критических статистик они не находятся в соотношении больше меньше да потому что у нас какой критерий называется оптимальным да мы берем критерии одинакового уровня значимости то есть одинаковая ошибка первого рода альфа и смотрим как они какие у них ошибки второго рода то есть чем меньше ошибка второго рода на альтернативе да тем больше мощность на этой альтернативе поэтому наиболее мощные критерии это самый оптимальный и функции мощности этих критериев они не находятся в соотношении больше меньше нельзя сказать что какой-то один критерий лучше другого то есть они под разные альтернативы будут то один критерий лучше себя вести то другой и самый употребительный это конечно статистика критерия отношения правдоподобия потому что у нее получается наиболее простое распределение при гипотезе то есть там проще найти критические уровни с которым сравнивать эту статистику но чтобы понять с каким критическим уровнем сравнивать эти статистики да нам нужно знать распределение ну либо вот этой вот матрицы v1 на v в минус первой степени которая везде фигурирует либо собственных значений этой матрицы потому что на самом деле да все все критические статистики которые используются они все являются функциями от собственных значений и использование вот этих вот методов да там критерия отношения правдоподобия но вообще говоря никак не гарантирует что распределение тестовых статистик получится свободным от распределения по распределению свободным от неизвестных параметров то есть возможно у нас будут трудности и с определением этого критического уровня но в данном случае это не так у нас собственные значения вот эта вот матрица которая везде используется да они у нас распределение при гипотезе не зависит от неизвестных параметров и значит мы пусть и с каким-то техническим сложностями но чисто теоретически можем задать критический уровень с которым сравнивать и он не будет зависеть от неизвестных параметров какие функции обычно берут в принципе все вот эти вот функции которые представлены они являются монотонными функциями от собственных значений и это связано с с поведением этих собственных значений при гипотезе и при альтернативе то есть связано с с распределением этих собственных значений давайте посмотрим какие результаты мы сейчас можем сходу получить и в целом я здесь уже буду отсылаться каким-то более общим результатом которые мы докажем чуть позднее в рамках общей теории линейных моделей то есть какие у нас будут стахастические стахастические свойства вот этих матриц v и v1 во первых у нас эти матрицы они у нас будут независимыми и второе распределение матрицы v она у нас будет вы шартовская но это в принципе мы можем даже и так же как в одномерном случае когда мы рассматривали распределение в f-статистике при методе рояда у нас это сумма по всем выборкам и в каждой выборке мы рассматриваем вот эту сумму для выборочной дисперсии которая имеет распределение вишерта с числом степени свободы n gt минус 1 1 за счет того что мы центрируем наблюдение и когда мы с просуммируем по всем выборкам у нас будет вишертовское распределение с числом степени свободы n минус к и дисперсионной матрицы q дисперсия наблюдения у нас никуда не девается матрица в 1 до которая описывает межгрупповой разброс она у нас будет также иметь распределение вишерта только число степени свободы будет к минус 1 и это распределение будет при гипотезе то есть когда общий центр едида то межгрупповой разброс будет также иметь распределение вишерта мы по всем выборкам на ска выборок и минус 1 за счет того что мы центрируем вот эти вот средний выборок общим центром и при альтернативе это распределение превращается в не центральное распределение мы еще не рассматривали не центральное распределение но это как при при альтернативе распределение у и шарта становится не центральным становится не центральным ну видно да что эти матрицы их распределение зависят от неизвестного параметра q от матрицы до вот этой дисперсионной но тем не менее собственные значения не будут от нее зависеть и можно сказать что вот за счет того что при нарушении гипотеза распределение вишерта становится не центральным собственные значения до этой матрицы они увеличиваются это приводит к тому что собственные значения вот такой вот матрицы доктор у нас везде используется они у нас также увеличиваются при альтернативах то есть при альтернативе эти собственных значения они стахастически больше. И получается, когда мы берем именно монотонные функции от собственных значений, мы понимаем, что если функция монотонно возрастает, то при альтернативе статистика принимает более большие значения, значит, большие значения играют в пользу альтернативы, и что гипотезу надо отвергать. Это вот как в случаях с вот этими тремя критериями. А когда у нас функция монотонно убывает, вот как вот эта перевернутая статистика критерия отношения правдоподобия, тогда получается при увеличении собственных значений статистика становится меньше, то есть при альтернативах она более маленькая, и маленькие значения этой статистики говорят, что нужно выбирать альтернативу и отвергать гипотезу. Давайте убедимся, что собственные значения этих матриц не зависят, их распределение не зависит от вот этого неизвестного параметра Q. Так то, что собственные значения лямбда, их распределение и не зависит от неизвестных параметров, будет следствием того факта, что при афинных преобразованиях, не вырожденных, собственные значения не меняются. В корне характеристического уравнения В1 минус лямбда В1 равно 0. Не меняются, мы скажем, инвариантные, то есть не меняются. Инвариантные относительно невырожденных афинных преобразований. Это проверить достаточно просто. Давайте посмотрим. То есть пусть х и житая с волной — это новое наблюдение после невырожденного афинного преобразования. То есть что мы можем умножать на матрицу, наше наблюдение, на невырожденную, либо добавлять вектор. Причем матрица В и вектор В, они у нас не случайны, матрица В у нас не вырождена. Ну, давайте запишем, да, что если наши исходные наблюдения были примерными, естественно, В у нас тоже примерный вектор, и матрица В, она у нас будет размерности П на П и невырожденная. Что тогда произойдет с матрицами вот этими В1 и В, которые мы посчитаем по преобразованным наблюдениям? Мы эти матрицы будем, соответственно, обозначать В с волной и В1 с волной. То есть тогда матрица В, которая вычисляется по той же самой формуле, только по этим самым преобразованным наблюдениям, после афинного преобразования. В обоих матрицах у нас из наблюдений или из средних, да, они центрируются, вычитаются там средние либо групп, либо общий центр. Поэтому при добавлении вот этого постоянного вектора, да, то есть при сдвиге на постоянную величину, на постоянный вектор, сами матрицы вообще не меняются. А при умножении на матрицу В наших наблюдений, да, у нас там как входит наблюдение, ну, там центрированное, помножить на себя транспонированное, поэтому в первой векторе, да, матрицу В можно вынести слева, соответственно, при транспонировании ее можно вынести справа транспонированную, и поэтому взаимосвязь будет такая, что В на матрицу В, которую мы посчитали по исходным наблюдениям, на В транспонированное. И абсолютно точно так же и для матрицы В1. Можно это все по формулам расписать. В, В1, В штрих. И корни вот этого уравнения, которые нас интересуют, да, то есть определители, ну, давайте скажем, В с волной 1 минус лямбда В с волной равно нулю, да, то есть корни этого уравнения, то есть когда это выражение равно нулю, тогда и только тогда. Ну, подставим, да, тогда у нас, что будет, если мы вместо В с волной и В1 с волной подставим вот эти вот выражения, да, у нас здесь будет В на В штрих, здесь будет В на В штрих, и вот это вот В можно слева вынести, а В штрих справа. То есть тут тогда будет определитель В. Дальше идет матрица вот эта вот уже В1 минус лямбда В, но поскольку определитель произведения матрица это произведение определителей, да, можно сразу сказать, что это определитель В1 с волной минус лямбда В и помножить на определитель В штрих. поскольку матрица В не выражена, ее определитель не ноль, естественно, мы можем в этом уравнении сократить, мы получаем, что все те лямбда, которые являются решением здесь, они же будут являться решением здесь. То есть когда мы будем строить вот эти вот матрицы по афинопреобразованным наблюдениям, сами собственные значения, да, то есть корни характеристического уравнения, они не поменяются. А что это означает? Что если мы используем критические статистики в виде функций от собственных значений, то есть их распределение полностью определяется совместным распределением этих самых собственных значений, то можно сделать любое афинопреобразование с нашими наблюдениями, и при этом собственные значения не поменяются. А любой гауссовский вектор, да, можно афинопреобразованием свести к стандартному гауссовскому. При этом, поскольку у нас при гипотезе получается, что все выборки, все наблюдения, да, они имеют одно и то же нормальное распределение с общим средним и с общей дисперсией, да, тогда у нас будет вот это вот единое афинное преобразование, которое мы применим ко всем наблюдениям, и получится, что распределение собственных значений будет такое же, как и для стандартных, ну, когда наблюдения имеют стандартное нормальное распределение. И это именно при гипотезе, да, потому что при гипотезе у нас общий центр, и мы можем сделать вот это вот одно афинное преобразование, то есть мы добавляем, смещаем, ну, вычитаем, по сути, один и тот же вектор А общий. При альтернативе, естественно, это уже не так. То есть какое у нас будет следствие, что при гипотезе о равенстве средних на совместное распределение корней нашего уравнения в 1 минус лямбда В равно 0, такое же, как для стандартных гауссовских наблюдений, с распределением, ну, он будет промерное, ну, соответственно, там 0 и 1, да, нулевое среднее единичное дисперсия. Это что означает? Что если мы по стандартным гауссовским наблюдениям вычисляем какие-то матрицы, да, вот эти вот V, V1, их распределение, естественно, не зависит от неизвестных параметров, и, значит, при гипотезе распределения, совместное распределение корней не зависит от неизвестных параметров, и мы можем выбрать критический уровень, взяв там квантиль соответствующего распределения для соответствующей функции от собственных значений. Какое же будет тогда распределение этих собственных значений? Продолжение следует...